Пожарные ликвидировали очаг задымления на атомной подводной лодке «Орёл», который находится на ремонте на заводе «Звёздочка» в Северодвинске. При проведении сварочных работ загорелась изоляция. Док, в котором стоит под лодкой, решено было заполнить водой. Подробности нам сообщил вице-президент Объединённой судостроительной корпорации Игорь Пономарёв. Очаг задымления на подводной лодке «Орёл» полностью ликвидировал. Для этого пришлось подтопить сухой док с ремонтируемой лодкой до ватерлинии. Ещё раз хочу подчеркнуть, что в результате происшествия никто из работников предприятия не пострадал. В ближайшее время комиссия Минпромторга России совместно с ОСК прибудет на завод для установления причин возгорания. Несмотря на пожар, ремонтники сделают всё, чтобы передать подлодку в срок. Об этом в эфире нашего канала заявил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он подчеркнул, впереди тщательное расследование. Анализировать, конечно, будем детально, накажем всех примерно, поскольку СИЕ уже происходит не первый раз. К великому сожалению, похоже, тех людей, которые отвечают за технику безопасности и правила проведения огневых работ, это мало чему улучат. Ну, что же, значит, будем применять какие-то другие методы обучения, которые позволят всем тем, кто отвечает за этот процесс, в общем, быть гораздо более внимательным на нанесение ущерба государству. То работы, которые мы проводили, с учётом даже этого инцидента, не повлияют на сроки передачи готового корабля в лодку. Кстати, вооружение и ядерное топливо с подводной лодки были выгружены ещё перед началом ремонта, то есть в 2013 году. И вот, что нам сообщил корреспондент ГТРК «Поморья» Иван Литумин. К этой минуте уже можно говорить о том, что пожар на подлодке полностью потушен, сухой док на всякий случай затоплен во избежание рецидива возгорания. По факту пожара в цехе судостроительного завода следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Также стоит отметить, что управлением завода создана собственная комиссия, уже завтра воду с дока сольют и в ближайшее время назовут официальную причину пожара, а предварительно говорят о нарушении правил техники безопасности во время проведения огневых работ. Иван Литумин, Вести, «Поморья». В Ростове-на-Дону расследуют обстоятельства двойного убийства. Директора коммерческого банка Дениса Бурыгина нашли в собственном кабинете, а рядом тело ещё одного мужчины. По версии следствия, это и есть киллер. Почему он мог покончить с собой, зачем убил банкира, выяснял Николай Скалов. Подробностей очень мало, но совсем скоро их помогут узнать камеры видеонаблюдения и показания очевидцев. Это был обычный рабочий день в банке в самом центре Ростова-на-Дону. Офисное здание на главной площади города. Директор финансового учреждения Денис Бурыгин в рабочем кабинете. К нему приходит ВИП-клиент. По данным СМИ, житель Ростова Сергей Фельдман. Обсудить кредитный договор. Но обсуждение не случается. Вместо этого Фельдман открывает огонь. В кабинете обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. На место происшествия выехал начальник главного управления и ответственное от руководства. Сейчас работают сотрудники следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как с собой в кабинет директора Фельдман пронес пистолет ТТ, еще предстоит выяснить. Был проведен досмотр или нет, неизвестно. Банк располагается в высотном офисном здании на первом этаже. Здесь десятки различных фирм. От комментариев коллеги и сотрудники охраны, мягко говоря, отказываются. Я не разрешал меня снимать. Банк открылся в Ростове еще в 1994-м, став пятым по крупности в регионе. Коллектив Стелла Банка был дружным. Отмечали с размахом корпоративы. Вот на этих кадрах директор Денис Бурыгин вместе с менеджерами центрального офиса. Но был случай, когда подчиненные Бурыгина чуть не подставили. В 2010-м сотрудник Стелла Банка подозревает в причастности к незаконному обналичиванию более 1 миллиарда рублей. Девушки, по данным следствия, хотели наладить своеобразные контакты с подставными фирмами. Банк устоял даже несмотря на обыски и слегка испорченную репутацию. Кредитовали вполне успешных и известных людей в городе. Суммы немалые. Убивший директора банка Сергей Фельдбан сразу в кабинете решил покончить с собой. Известно, что он не мог вернуть кредит в 200 тысяч долларов. Что точно могло стать причиной убийства, предстоит выяснить Следственному комитету. Тем временем на сайте банка уже появилось сообщение. На директора совершено покушение, но происшествие на работу офиса не повлияло. Стелла Банк работает в прежнем режиме. Николай Соколов, Вести. Госдума лишила неприкосновенности Илью Пономарева. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подозревают, что он причастен к хищению из фонда Сколкова более 22 миллионов рублей. Теперь можно возбудить уголовное дело. Только вот в России Пономарева нет. Где же он, знает Антон Подковенко. Парламентская интрига разрешилась так, как и ожидали. Илья Пономарев лишен депутатской неприкосновенности. Он, напомню, обвиняется в соучастии в растрате денежных средств в особо крупном размере. Конкретно 22 миллионов рублей из фондов Сколкова. В 2010 году Пономарев заключил договор с тогдашним вице-президентом Сколкова Алексеем Бельтюковым, по которому должен был прочитать курс лекции. На самом деле выступил с несколькими монологами, которые не имели по оценке экспертов никакой научной ценности. Но получил гонорар в 750 тысяч долларов. Одна его лекция стоила 906 тысяч рублей. Но на самом деле на момент заключения договора он даже не имел высшего образования. Но это все предмет расследования. Понятное дело, что таких цен не существует. Поэтому мы исходим из того, что это способ хищения денежных средств. Миллионные лекции Пономарева уже стали притчей во языцах. В прессе и в парламенте. Пономарев числится депутатом, хотя давно живет в Америке. Получает депутатскую зарплату. Фракция ЛДПР проголосовала за лишение его парламентского иммунитета. Как минимум. Трудовой кодекс также действует на территории Госдумы. Если депутата нет на рабочем месте, прекращайте выплату зарплаты. Он вообще покинул пределы страны. Я бы его лишил бы и гражданства еще. В порядке исключения. И депутатский мандат отобрать. Коммунисты высказались в том смысле, что ситуация с Пономаревым повод подкорректировать законодательство. Чтобы депутатская неприкосновенность не позволяла уклоняться от правосудия. Необходимо также в законе освободить Думу от обязанности давать согласие на возбуждение дела в отношении депутата. Такое решение надлежит возложить на председателя Следственного комитета. А Думе следует рассматривать лишь вопросы о направлении дела в отношении депутата в суд. А также о применении к депутату мер процессуального принуждения. Заключение под стражу. Домашний арест. Привод. Обыск. И так далее. Коллеги Ильи Пономарева по фракции «Справедливая Россия» не просто выступили с резким его осуждением. Они намерены лишить парламентария депутатского мандата. Фракция «Справедливая Россия» безусловно поддержит это представление генерального прокурора. Мы давно настаивали на необходимости лишения депутатского мандата депутата Пономарева. Я думаю, что сегодня Государственная Дума сделает первый юридический шаг в этом направлении. Единороссы говорят, что приняли решение единогласно. Депутат, который живет в Америке и проворовался в России – это абсурд. Это деньги, которые присвоены депутатам Государственной Думы. И мы абсолютно четко на президиуме, обсуждая эту тему, приняли решение, что фракция «Единая Россия» будет консолидировано голосовать за лишение неприкосновенности. Сегодня за лишение Пономарева депутатской неприкосновенности проголосовало абсолютное думское большинство – 438 голосов. Против высказался один – Дмитрий Гудков, сын Геннадия Гудкова – парламентария, которого три года назад лишили депутатского мандата. Тоже, по оценкам аналитиков, вполне может произойти и с Ильей Пономаревым. Антон Подковенко, Станислав Пономаренко, Александр Феоктистов – Вести. Новосибирскому театру оперы и балета не отдадут название «Большой». Вернуть театру историческое название «Большой театр Сибири» предложил новый гендиректор Владимир Кехман. Ну и вот из Большого театра в Москве пришел ответ. Владимир Урин отправил Кехману письмо, где напомнил о том, что у новосибирской оперы никогда не было такого названия и разрешение на использование бренда Кехман не получит. Так как, цитирую, у каждого театра должно быть свое неповторимое творческое лицо, свое имя, которым надо гордиться. К тому же словосочетание «Большой театр» – это товарный знак и в России, и за рубежом. Ну и вот что по этому поводу ответил Владимир Кехман. По жизни и по факту все-таки Большой театр Сибири, он даже больше, чем Большой театр. Поэтому, безусловно, мы не будем абсолютно, если он будет против, мы не будем его формально называть об этом, называть так. Но фактически и по жизни он уже такой и есть. Поэтому с точки зрения репертуара запретить он нам ничего не может. Мы будем делать те исторические, феноменальные спектакли, которые были в Большом театре. Ну а сейчас о хоккее. Петербургский СКА впервые сыграет в финале Кубка Гагарина. Соперник – Казанский Акбарс. Путь к решающему матчу был долгим. СКА пришлось обыгрывать столичный ЦСКА аж четыре раза. За игрой, где все и решилось, наблюдал Сергей Чернятев. Седьмой сезон. Седьмой матч полуфинальной серии между двумя армейскими коллективами. Лучшая команда регулярного чемпионата ЦСКА против амбициозного СКА. Переполненные трибуны Ледового дворца билеты на этот матч раскупили за 15 минут. Не хватило места и журналистам, многие из которых, даже попав на арену, вынуждены были смотреть матч в пресс-центре по телевизору, который, в принципе, мог бы работать от напряжения, царившего на трибунах. Уже на второй минуте хозяева, игравшие к тому времени в большинстве, проталкивают шайбу в ворота Коскинина. Трибуны ревут, а арбитр едет просматривать повтор. Спустя несколько секунд гол отменяет, уже под неодобрительный гол. Середина периода. Капитан петербуржцев Илья Ковальчук, сломавший к тому времени уже одну клюшку, бросает новый, неотразимо для Кевина Лалланда. 1-0. Именно при таком счете команды заканчивают первый период. После перерыва гости имеют небольшое преимущество, которое, воспользовавшись замешательством игроков-соперников, гол превращает до донов. 2-0. А под занавес периода слово взяли уже лидеры ЦСКА. Сначала Александр Радулов, подставив клюшку под бросок Григоренко, сократил отставание. А через две минуты до Коста к восторгу трибун восстанавливает равенство. Вдохновленные в заключительном периоде активнее уже хозяева, но забивают гости. Патрик Торресен после броска Антона Белова переправляет шайбу в ворота. 3-2. Мы играли хорошо, не хуже ЦСКА точно. Где-то у них Галимов Зорова сыграл. Но с нашей стороны, я думаю, вопроса самого важного игрока в команде не может возникать. Это, конечно, наш вратарь. Буквально сразу же хоккеисты ЦСКА вновь отправляют шайбу в ворота Коскинина. И вновь после видеопросмотра гол отменен. Оставшееся время хозяева провели в безрезультатных попытках восстановить равенство. В финальную сирену встречает ликование в секторе болельщиков петербуржцев и разочарованное молчание поклонников ЦСКА. 3-2 в матче и 4-3 в серии. Мы выиграли регулярный чемпионат и звание чемпиона в России. И по большому счету, наверное, еще опыта командного не хватило. И по отдельным позициям, конечно, надо было бы усилиться. У нас все-таки нет.